ребят всем привет я продолжаю серию видео о необычных и непростых финтах образно назовем их финты со звездочкой так вот моя цель доступным и простым языком разложить секрет выполнения этих винтов по полочкам чтобы любой мог им научиться и удивлять своих соперников на поле не забываем про мою небольшую просьбу как только набирается 300 лайков под видео сразу же публикую новые видео из этой рубрики а вот раз на очереди легендарный финт не менее легендарного игрока эдварда ван гилза эдвард ван гилз это икона уличного футбола и футзала человек который популяризирует красивую игру и контроль мяча другие игроки называют его крестным отцом уличного футбола а это уже ой сколько значит скажу я вам добавлю что тренируется он в голландии а там как известно любят творческий подход и креатив в игре один в один и мы разберем его визитную карточку а именно street king streak что нам нужно чтобы выполнить street king streak ну во первых мы должны хорошо уметь виму вы или галочки за ногой кто-то еще называет эльтерн в общем называют по-разному а смысл один и тот же следующий шаг тренируем отдельно вот такую связку на рабочую ногу сначала ему за ногой затем сразу перед ногой с мячом работает только одна нога в этом будет специфика финта обращаем внимание также на работу опорный это выработает привычку после первых движений той же самой ногой заходить на степ овер теперь собственно подбираемся к степоверу или переступу во внутреннюю сторону так как мяч будет от нас укатываться теперь мы чуть меняем технику вимула смещаем его немного назад за корпус и касаемся с внутренней стороны стопы ближе к большому пальцу кстати такая техника выполнения элемента популярна именно в уличном футболе что нам это даст дополнительное время и пространство для выполнения переступа потому что иногда прискока на опорный не хватает особенно поначалу ведь после переступа мяч должен выкатываться от нас вперед и в сторону то есть в будущем по направлению к сопернику ну и теперь заключительное движение это возврат мяча быть те окном прыжке собственно фотки с этим прыжком и являются визитной карточкой самого эдварда ван гиллза его исполнении все это но очень эстетично и бодро выглядит несколько попыток можно попробовать без мяча потому что здесь важно выносить рабочую ногу вперед чтобы дотянуться до укатывающегося мяча а вторая нога согнутая в колени для баланса и пущей красоты пойдет назад теперь мы готовы повторить все вместе но медленно при этом я бы советовал вначале не заморачиваться на заключительном касании и возврату мяча к себе просто чуть приноровитесь к финту последнее касание постепенно начнет получаться само собой главное помнить что достаем мы мяч передней частью стопы или прям пальцами так эффектнее и соперник больше поверят в потерю мяча ну и заключительный шаг добавляем ведение перед финтом и работу на опорной ноге для подстройки под мяч и сохранения баланса после финта мяч остается рядом с вашей ногой а это значит что можно мгновенно прокинуть его мимо игрока или добавить еще парочку движений чтобы у того уже окончательно закружилась голова что ж вот такой кудесник эдвард в ангелс спасибо ему за изобретение этого финта который лично он не раз выполнял на профессиональном уровне мини-футболе но вам спасибо что досмотрели это видео до конца будьте креативными и интересными на поле и не забывайте про 300 лайков под видео до встречи на тренировках